Почти 200 тысяч казахстанских учеников этим летом навсегда попрощаются со школой. Это долгожданное для выпускников событие Минпросвещение. Сначала решили провести весьма скромно. Предложили выпускникам организовать 24 мая в пятницу классный час. На нем же подвести итоги года без традиционного последнего звонка. И на этом разойтись по домам. Своё решение об отмене торжественных линеек в ведомстве объяснили паводковой ситуацией в регионах. Однако позже в Минпросвещение передумали, поменяли планы и решили выпускникам вернуть последний звонок. Правда, запретив проведение пышных торжеств по случаю окончания школы. Вот что касается выпускных вечеров и торжеств, то здесь детям и их родителям будет не до празднований. После паводков многие семьи все еще остаются в пунктах эвакуации. Там же сейчас готовятся к школьным экзаменам и к ЕНТ. К слову, в этом году единое национальное тестирование стартует в разных регионах в разное время. К примеру, для абитуриентов из тех областей, где еще действует режим ЧС ЕНТ, начнется значительно позже. Моя коллега Роза Сатканова о том, как не пропустить главный школьный экзамен. Вся подготовка к последнему звонку у школьников едва не стала напрасной. Все из-за решения Министерства просвещения заменить торжественную линейку на классный час. В ведомстве привели свои аргументы. 25 мая в этом году выпадает на субботу. Плюс ко всему, паводковая ситуация в стране. Эту идею многие ученики с родителями не поддержали. В итоге, через несколько дней, последний звонок все-таки вернули для выпускников. Но с требованием бизнес-лишес и помпезности. Остальные 3,8 миллионов учащихся отметят окончание года 24 мая классными часами. Поручаю провести последние звонки по всей стране 25 мая. Уверен, что выпускники отметят данное мероприятие с высокой культурностью, без расточительства помпезности. В этом году школа оканчивает больше 180 тысяч учащихся по всей стране. Впереди у них еще и экзамены. При этом для абитуриентов из Акмолинской, Актьюбинской, Атараусской, Западноказахстанской, Костанайской, Североказахстанской областей регистрация на ЕНТ начнется позже. В текущем году количество выпускников в школах составляет 188 тысяч. Из них, по нашим прогнозам, порядка 82-85% будут сдавать единое национальное тестирование. Регистрация на единое национальное тестирование у нас начнется 16 мая и продлится до 5 июля, по правилам. Для выпускников из регионов, пострадавших от балков, регистрация продлится до 20 мая, а само ЕНТ будет длиться до 12 июля. Нурислам Ербол готовится к ЕНТ в эвакопункте Иргизской гимназии. Там он проживает вместе с мамой, а также братьями и сестрами. Многодетная семья была вынуждена переехать из-за угрозы затопления родного села Койлос. Несмотря на все трудности, подготовка к единому национальному тестированию не прерывается. В эвакопункте неплохие условия. Уроки проходят как обычно. Также готовимся к ЕНТ. Учителя помогают нам во всем. Учитель Нурислама Индиры Салимова также проживает в эвакопункте. Днем здесь же преподает. По ее словам, учителя сейчас делают все возможное, чтобы ученики смогли получить грант. Я из села Туипа, но также оказалась под угрозой затопления. Несмотря на чрезвычайную ситуацию, работаем в штатном режиме. Переживаем за них, понимаем, как это важно в столь сложное время получить грант. Поэтому и помогаем с подготовкой, в том числе и во внеурочное время. В текущем году на бесплатное обучение смогут рассчитывать больше 78 тысяч абитуриентов. Пороговые баллы для поступления в ВУЗы Казахстана остаются неизменными. Не менее 50 баллов. И не менее 65 баллов для поступления в национальные ВУЗы. Самые высокие пороговые баллы на образовательные программы «Право» и «Педагогические науки». Не менее 75 баллов. Абитуриенты, решившие обучаться по направлению здравоохранения и социального обеспечения, должны набрать не менее 70 баллов. А желающим поступить на специально сельское хозяйство, биоресурсы и ветеринарии в национальные ВУЗы будет достаточно 60 баллов. Отметим, что по итогам мартовского ЕНТ пороговые баллы набрали около 75% абитуриентов. При этом сдать основное ЕНТ можно будет два раза. Данная норма была закреплена в прошлом году. Особенность данного ЕНТ заключается в том, что с результатами данного ЕНТ все тестируемые могут участвовать в конкурсе на присуждение образовательного гранта, если они наберут соответствующий пороговый балл. Также выпускники текущего года сдают данное ЕНТ бесплатно, так как я ранее отметила, что они сдают два раза. У них имеются две попытки, и с наилучшим результатом образовательного гранта. Важное изменение касается сокращения количества заданий по обязательным предметам, грамотность чтения и математическая грамотность. Это позволило увеличить количество вопросов по профильным предметам до 40. Кроме того, в профильных предметах добавлено 5 заданий. Среди популярных комбинаций предметов – биология, химия, математика, физика, математика, информатика. На апелляцию абитуриенты смогут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. В связи с переходом в электронный формат, центры тестирования отмечают увеличение количества соответствующих заявлений. До 40 тысяч заявлений мы можем принять, но количество тестовых заданий, которые мы одобряем, это очень мало. То есть последний раз мы одобрили всего на 27 уникальных заданий. Подача на апелляцию – это не означает, что национальные центры тестирования добавляют баллы. При сдаче ЕНТ организаторы не советуют прибегать к помощи запрещенных предметов. В прошлый раз, например, больше 70 абитуриентов лишились возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфона, шпаргалок и других предметов. Самый часто запрещенный предмет, который мы находим, это телефон, потом наушники, какие-то шпаргалки. Сейчас есть разные методы проноса, увеличенная обувь, надписи на маске, или оберток в воде, телефон в шоколаде. Фантазии могут быть разные, поэтому мы готовы к любой ситуации. После завершения ЕНТ до 31 октября будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.